В настоящее время деятельность СПК в рамках поддержки сектора АПК ослез по трем направлениям. Первое – это создание стабилизационных фондов, в рамках которых СПК формирует запасы по продовольственным товарам и овощной продукции с целью стабилизации цен на продовольственном рынке. Второе – это СПК занимает выдачу и гарантии сельхозтоваропроизводителям в рамках финансирования ввесения полевых и уборочных работ. И третье направление связано с непосредственным участием СПК в бизнес-проектах по созданию сельхозпроизводств, строительства складов и теплиц, агропромышленных комплексов, сервисно-заготовительных центров и бредсоставления сельхознательной техники в Лизинг. Разрешите подробнее и доложите о механизмах реализации этих направлений и возникающих проблемных вопросов. Хотелось бы сказать, что формирование региональных стабилизационных фондов продовольств и товаров позволило проведению закупочных интервенций, размещению и хранению продовольств и товаров в региональном фонде. А использование стабилизационного фонда позволило проведению товарных интервенций и освежению продовольственных товаров. Хотелось бы отметить, что во время резкого роста цен СПК выступила вроде стабилизатора и сохранила цены на среднем уровне. Но, однако, во время данных скачков цен хотелось бы отметить, что СПК для стабилизации цен были вынуждены иногда продавать свою продукцию ниже рыночных цен, в некоторых случаях ниже себестоимости, потому что в себестоимость входила не только покупка, приобретение данных товаров, однако и его долгое хранение и транспортировка. Всё это ведёт к тому, что СПК зачастую покрывает расходы, связанные со снижением рыночных цен, порчей продуктов, уплатой НДС. В связи с этим в некоторых СПК возникли убытки. По выдаче гарантий сельхозтоваропроизводителям. В рамках данного направления прокуратация предоставляет сельхозпроизводителям прямые кредиты на закуп ГСМ и товарно-материальные ценности при весенних полевых работах, а также кредиты на закуп пшениц и ещемня во время уборочных работ под гарантией СПК. По условиям гарантии СПК берёт на себя полное обязательство выплатить продкорпорации сумму задолженности сельхозпроизводителя по первому письменному требованию. Необходимо отметить, что СПК не формирует списки производителей, но несут все финансовые риски и операционные расходы. При этом СПК имеет неликвидное залоговое имущество, которое не позволяет покрыть их расходы. Согласно информации СПК, за период финансирования весенних полевых и уборочных работ 2011-2012 года в структуре активов СПК сформировались значительные объёмы проблемной задолженности сельхозпроизводителей, в связи с чем СПК не выполнила обязательства за 2012 год. Согласно информации АО «Казагра», задолженность СПК перед холдингом составила 3,2 миллиарда тенге. Касательно непосредственного участия СПК в проектах АПК. СПК активно участвует в проектах по созданию сельхозпроизводств, строительств, складов и теплиц, агропромышленных комплексов, сервисно-заготовительных центров и предоставлению сельхозпроизводителей в лизинг. По данным проектам СПК входит в уставной капитал создавания предприятий до 49%. В настоящее время реализуется 85 таких проектов с участием СПК на сумму 21,8 миллиардов тенге. Здесь, конечно, имеются небольшие проблемы, потому что при реализации проекта в АПК также необходимо отметить проблему дублирования СПК в функции институтов развития «Казагра», в частности «Казагра финансов». В рамках деятельности СПК по предоставлению в лизинг сельхозтехники и оборудования также зачастую возникают проблемы несоответствия предоставления техники в лизинг. В соответствии с новой концепцией развития СПК, о чем вы все говорили, принятой в мае текущего года, СПК теперь должны участвовать в госпрограммах только при соблюдении следующих условий. Это соответствие программы с задачами СПК, покрытие операционных расходов, распределение рисков между участниками программы, принятие решений об участии СПК с соблюдением принципов корпоративного управления. При этом предусмотрен выход СПК из действующих программ, по которым они несут убытки. В соответствии с концепцией СПК могут выполнять роль региональных операторов госпрограмм при условии, что это будет предусмотрено в соответствующих программах и услуги по оператору СПК будут оплачиваться. Каким мы видим дальнейшее участие СПК в проектах АПК? Еще раз бы хотелось отметить, что в соответствии с новой концепцией развитие СПК предполагается выход СПК из тех программ, где они несут прямые убытки. В частности, предполагается выход СПК из программ по созданию стабилизационных фондов, а также гарантирован кредит всех распроизводителей. Создание стабилизационных фондов предлагается осуществлять на базе коммунальных предприятий при местных исполнительных органах. Данная работа уже начата в ряде регионов. Кроме того, Минсельхозом прорабатывается вопрос о привлечении представителей бизнеса к созданию стаб-фондов на принципах государственного частного партнерства. Мы сейчас тоже активно участвуем в разработке данного механизма. Мы думаем, что это одна из таких достаточно эффективных норм будет. Теперь касательно непосредственного участия СПК в проектах АПК. На данный момент СПК разрабатывает и согласовывает свои стратегии развития. В стратегиях развития предполагается конкретизировать роль СПК в поддержке агропромышленного комплекса с учётом точек роста региона. Мы считаем, роль СПК должна заключаться в предоставлении комплексной поддержки проектам СПК. Чем будет заключаться комплексная поддержка? Первое. СПК будет определять перечень проектов АПК, имеющих важное социально-экономическое значение для регионов и привлекательное для инвесторов. СПК будет отшлять поиски и привлечения инвесторов в проектах АПК. СПК будет оказывать содействие инициаторам, проектов и инвесторам в разработке бизнес-планов и необходимой документации по проекту. СПК будет заниматься решением вопросов финансирования через участие в уставных капиталах или привлечения ресурсов финансовых институтов и институтов развития. СПК также будет оказывать содействие в решении земельных вопросов, в том числе вовлечении в оборот неисполненных сельхозугодий. В свою очередь, изменения в программу дорожной карты бизнеса предполагается определить СПК в качестве оператора по индустриальным зонам. В связи с этим СПК будет оказывать индустриальную поддержку проектам АПК через индустриальные зоны и подведение инфраструктуры к отдельным проектам. СПК будет заниматься сопровождением проектов на всех стадиях реализации и оказывать также нефинансовую поддержку через консультирование. СПК также будет играть роль координатов в развитии кластеров в сфере АПК. Такое наше видение касательно участия СПК в поддержке проектов АПК. Механизм оказания комплексной поддержки проектам АПК через СПК обсуждён и поддержан на совещаниях с СПК и Министерством сельского хозяйства. Просим поддержать наши предложения касательно дальнейшего участия СПК в проектах агропромышленного комплекса. Спасибо.